Девушки отдыхают 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 Она также оставила карту, я думала это визитка, а это оказалось рисование. И я оставил её на столе. Не самое лучшее начало недели. Чё он ворчит-то, как старый дед? Проснулся, улыбнулся, сука. А, так он художник. Не, ну тут как бы не заставили извиняться перед всеми художниками. Рисование круто. У них на самом деле неплохой дом, если так посмотреть. Эй, тут солнечно, красиво, можно чуть-чуть и обшмонать. Конечно, тут нихера не будет. Нищие художники. Знаете, какие заказы надо брать, чтобы бабло было, они без денег сидят. Прекрасно. Вот свои watercolour краски и кушайте. Дорогая жена, нам нужно обсудить семейный бюджет. Моя девушка Эми в ванной, не хочу отвлекать её. Это всё из-за моей мерцающей тени, да? Мы просто друзья. Эми, впусти меня, Эми! Ну и ладно, я собираю вещи, уезжаю, слышишь? У меня даже вещей нету, я бомж, я просто так ухожу. Das, Tai, Eve, Sky. Чё это? Мне кажется, надо сделать хоррор про книги, все будут бояться его. Я надеюсь, эта веган девочка ничего не трогала. Типа ты её вагоном назвал? Так она сейчас утопится. Идиот, на главгероя нельзя такие вещи женщине говорить. Не вагон, а бегемот, она ж купаться любит. Ну и звук. Как будто магия какая-то произошла. Вы думаете, эта банка стоит? А она парит. Чуть-чуть совсем. Мысли. Странный посетитель. Какая-то деваха залетела на хату и попёрлась к телефону, а мы её не приглашали. Моя девочка Эми сказала, что она оставила какую-то карту. Она должна быть в гостиной. Так если так переводить буду, мы ж игру пройдём. Может, не надо? У нас же с вами всегда был разговор короткий с хоррорами. Раз, два и разбежались там 10-минутные ролики. А теперь мне... Мне что, нравится? Я говорю, надо хорроры на канал вернуть и проверить, как оно. Со скрипом, так сказать, зайдёт или нет. Бабка донная, ну и мыло. Так и слышу, как она говорит, Эй, внучок, повысь настройки графики. Они и так на максимум. Видимо, вот про эту карту жена говорила, потому что другой тут просто нет. Я раз 60 всё обошёл, на 61-й нашёл. Мне, в принципе, поэтому и нравятся вот такие хорроры на исследования. Но я не знаю, вырезать все затупы или оставлять. Если оставлять видос, дольше будет. Если вырезать, то интереснее смотри. Можете в комментариях написать, нравится больше. Карта Тару номер 2. Высокая принцесса. Дорогой, проснись. Тут холодильник. Электричества нет, я проверю выключатель в подвале. Будет тепло и включится свет. Думаю, лампа всё ещё в шкафу, как и весь мусор. Да, и правда, лампа. В шкафу обычно какая-то одежда висит, а у них мусор валяется. Типичные художники. Давайте шутить про художников. Твой художник настолько бедный, что у него в электрифицированном доме вместо фонаря лампа. ПАУ, СУКА! Моя девушка всё ещё в ванной. В 30 часа ночи, братан! Твои рога настолько огромные, что ими можно сбить люстру. Теперь уже не очень смешно на самом деле. Давайте отступим, а? Вы не подумайте, что я там типа испугался или что-то. Меня таким не возьмёшь уже этими шагами. Это ж просто звук, там нет никакого монстра. Но главное, чтобы зрители не испугались, я же о вас беспокоюсь. Просто переждём в безопасном месте и всё. Залезаем в шкаф, как нас учили в амнезии. Сейчас главное за уровень куда-нибудь не вывалиться, а то всё заново проходить. Хотя не очень-то я много и прошёл. Ладно, думал, смертям не бывать, одной не, блядь, закрыто. Ладно, коли же 3 часа ночи, пожрём напоследок. Ну-ка залезть может? Не, нельзя. Подлый холодильник. Отъебись, чудовище! Я уже даже на подвал согласен, лишь бы в этом говне свет заработал, наконец-то. Уже можно начинать работать, тварь. Убрётся в темноту идти, подозреваем и сдохнем. Хотя чё, впервой что ли? Это ж хо... У-ля-ля! А неплохая жена у глав героя. Но я подозреваю, что это она, потому что из ванной ему никто не отвечал ни разу. Вообще была игра, году в одиннадцатом Паранормал называлась, она вот полностью была завязана на манекенах. Мне кажется, оттуда эта любовь и пошла в каждый хоррор их пихать. Если оно не двинется ни разу за всю игру, я прям расстроюсь. Нихрена эти буржуи консервов все напихали на три ядерных войны! Так, включаем. И чё, и всё? Засанная карточка? А манекен? А скримеры? А печеньку? Манекен ожил! Я же говорил, а вы не верили! Как я вас много лет учил доджей-скримеры, смотрите, по шажку, по шажку, вспоминайте, ребята! Чё-то виднеется! Свинка. Так неинтересно, она на скриншотах была! Я не хочу свинку, я хочу скример! 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 Да ставь эту суку визжать! Просто оттуда у меня! Какая-то пососная свинка, дамы и господа! Я понял, почему у главгероя лампа это отсылка к амнезии машина для свиней! Там тоже были свинки, лампы и главгерой, который э-э-э, заикался! Я просто уйти могу, серьёзно! Это хоррор! Хфу на тебя, свинка, слышишь? Хфу на тебя! Не уважаю свинолюдей! Хфу на... Все смотрели фильм «Судная ночь»? По-моему, она наступила, блядь! Какой кошмар! Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю! По съёбам хрю-хрю-хрю-хрю! Я в домике! Карта Тару номер три! Башня! Моя голова меня убивает! А я питание-то включил? Не помню, как я вернулся назад в кровать! Дорогой, какой-то странный запах с лестницы исходит, не можешь посмотреть? Не могу понять, он как будто из подвала! Ну да, да, испугался, да, бежал быстро! Чё ты на меня-то гонишь, ты их видела? Их пять, я один! Я художник, тонкая натура! Не выдержала душа и желудок тоже, ну чуть-чуть испугался! Амнезия! Не помню, как я поднялся по лестнице после того, как включил свет! Наверное, я и правда устал! Эми сказал, что что-то очень сильно воняет на лестнице, возможно, в подвале, надо проверить! Ну, чё поделать! Может, его на руках отнесли свинки? И они на самом деле добрые! Эми снова в ванной! Слушай, она там сколько уже сидит? Часов двенадцать? Моется, наверное, просто! Ну, грязно! Свиноферма дома, чё такого? Вообще, если насчёт свинофермы, то в Амнезии, Machine for Picks, там были именно мутанты! То есть, поместь людей и свиней какая-то страшная! А в этой игре просто люди в масках свиней! То есть, этот хоррор, отстой, чувак! Я, бля, ненавижу этих людей! Тут всё нажимается, но ничего не работает! Ууу, дротики! Я и сам дротист в какой-то мере! Манекен виноват, плохие новости, я в этом доме заблудился! Надо чё-то найти, какой-то предмет, я не понимаю! А вынюхивать, вынюхивать! Так, я не нашёл квестовый предмет, но я нашёл кое-что получше! Предлагаю завершить ролик досрочно и пойти что-нибудь отмечать! Но у него даже нету рук! Дай-дай-дай, как вообще он чё-то берёт? Почему в этой игре только книги в руки берутся? Уильям Копьетряс, что это? А, кассету нужно для магнитофона было взять точно, мы ж видели его! Ты думаешь, я тебя не переиграю? Ты думаешь, я тебя не уничтожу? Я тебя уничтожу! А вот эта вот глубокая чернота в зеркалах, Это какая-то дань уважения современным мировым трендам? Или в чём проблема-то? У них по дому, в общем, ходит какой-то чел, Постоянно всё с камерой снимает! Конечно, не хочу вас пугать преждевременно, Но речь сейчас не обо мне! В окошке чё-то подглядывал! Это не дом примерной семьи, Это какой-то притон наркоманский, ну ей-богу! И они из принципа, ни двери, ни окна, ничего не закрывают! Приходи, кто хочет! 47, 35 От чего этот ключ? А, тут уже всё нараспашку! От свинолюдей всё равно не спрячешься! Ну и, кстати, тоже был кошмар, связанный со свиноапокалипсисом, Когда был год свиньи, И вконтакте бесплатные подарки со свинками выдали! О, господи, чё тогда творилось? Это даже закрыть никак нельзя было! Это тот дом, что нам надо было осмотреть! И, похоже, там живёт мужчина и женщина! Они, похоже, в звуке тела и разума Не контактируются с окружающим миром! Нам нужно узнать, насколько они изолированы здесь, Потому что это самое лучшее из того, что мы наблюдали! Алиссар будет удовлетворён! Подпись! Поле чудес! Хера там, Якубович разошёлся! С солёненькими-то огурчиками уже сыт не будешь! Надо чё, понажористей! Это, конечно, прогрессивное решение, Кодовый замок на сарае! Но меня, знаете, чё смущает? То, что свиньи кот знают! А главгерой, как хозяин, пока видик не посмотрел, нет! Он сказал, что свинкам пора убираться с его земли! Вообще, я слышал, что лучший способ это скормить труп свиньям! Свиней надо несколько дней не кормить, И после этого они сожрут тело за милую душу! Но чтобы мясо хорошо переварилось, Надо сперва побрить голову и вырвать жертве все зубы! Или кто потом будет это выковыривать из их дерьма, а? А, не обижайся! Это из фильма Большой Куш! Большой Куш! Большое Кушанье! Дорогая! Ты дома? Эй! Ты нашёл, откуда исходил тот запах? Он исходил от тебя! Я чувствую начис! Это был кошмар! Этот воздух так тяжёл! Чувствую, я стану соком! В смысле, заболею! Чувствую, я не буду это всё переводить, он тоже стал сомневаться! Чувствую, я не буду это всё переводить! Он тоже стал свинкой и поебил свою девку! Я думаю, вы это уже и так поняли! Вон, вон, вон! Они уже караулят снаружи! Видите, это всё они! Они меня заколдовали! Так и скажу потом полиции! Меня заколдовали свинки! Может быть, тогда хотя бы в стихушку упекут, а не пожизненное дадут! И что же было в этой ванной? Где все стены измазаны какой-то говно, я не знаю. Ну, похоже, вроде как, что здесь он её и тюкнул. Тогда в сарае он сказал, что она ему что-то сказала, такое обидное. Чё ты там щепчешь? Я думаю, что она сказала, знаешь чё, парень? Твои друзья фанаты Hotline Miami в масках полные дуралей! Он такой, не трогай Hotline Miami! Бах топором! И всё. Мы могли с тобой вместе играть! Господи, этот манекен каждый раз меня пугает! Плохой манекен! Плохой! Плохой манекен! Это она заплакала? Блин! Ну ты это, прости, тут сложности в семье, криминал произошёл, шиза свиньи ходят. Бедненький ранимый манекенчик, она тоже хочет любви. Как интересно, эта карта на двери помогла открыть её. Топор лежит в луже варенья, но при этом он кристально чист. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это безобразие. Чё ж ты наделал, братан? Чё ж ты наделал? Сюжет-то, конечно, для шестидесяти рублей неплохой, на самом деле. Карта Тару! Точуны и пики! Не понял, а где холодильник? Ахахахах! Мало того, что его заколдовали, ещё и хату ему обнесли! Не, ну это петушиный пособок, я предлагаю пойти с них спросить за такое. Ну как-нибудь в другой раз, конечно. Не прям же сейчас, правильно? Дела у всех. Хватит там часы хуярит. Может, он уснул? Кис-кис-кис! Свинка-свинка-свинка- Блядь! Вау! Это моя кастрюля? Нет. Приготовиться к церемонии. Ну, ну ладно, поприносили в жертву и хватит. Ну всё, пацаны, ну пустите домой. Не настолько уж мне Хатлайн Майами и нравится, чтобы всем этим заниматься, ну серьёзно. Ну пацаны! Домой хочу! Пацаны! Граждане людоеды, отпустите, не знал, что делаю. Нет. В пизду вашей карточки засуньте. Карта отмены. Карта отмены, отмените целевую церемонию. Отменяю. Верните холодильник! Простите, что я сдувал ваши домики в той сказке про поросят, я не хотел. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ничего не слышу заклинания, ля-ля-ля-ля! Эти анекдоты расскажу и разойдёмся. Как скрестить свинью и корову в мясорубке? Я надеюсь, это хотя бы было быстро. В общем-то, что, чему нас научила эта игра? Стойкости, смирению и силе. Не обижайте поросят, а то закончите стоя на коленях. И как говорил Волк, лучше жить стоя, чем жить на коленях. Оуф! Большое спасибо за просмотр! Подписывайтесь на группу ВК, Твич, Дискорде, ссылочки в описании. Большое спасибо за просмотр! Ну и как обычно, счастья вам!